2002 год был неурожайным. Хлеба было много, а вот второго хлеба, картошки наоборот, очень мало. Виной тому была аномально жаркая погода. Вот прошлый год с этого участка, с двухсоток, выкапывает 40 ведер, а это 20, как раз наполовину. Картошка, ну она такая, не очень крупная, мелковатая. А почему, как ты думаешь? Не знаю. Ну, наверное, из-за того, что сажаем, не очень большой. Почему-то не родилась. Вот у соседей вот Невская сорт, у них хороший, крупный. И семена у нас уже есть, желтые, надо менять. В 2003 году республику шокировала крупная авария. Автобус направления Саранск-Москва на большой скорости выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и загорелся. Внутри находилось 42 человека. Естественно, здесь катастрофы, таких, я думаю, нечасто даже по всей России случается, таких происшествий. И первые очевидцы увидели, что здесь загорелся автобус, от него загорелся автомашина КАМАЗ. Ну, ужасная картина. Видел КАМАЗ, как подрезал, и крик услышал. И через окно вылетел на другую сторону. И все больше ничего не помню. А после этого, когда в себя пришел, видел трупы. Больше ничего есть. Спустя год, ровно в этот же день, уже в самом Саранске, тоже произошло ДТП и тоже был пожар. Мобильный телефон с камерой тогда был не у каждого, поэтому происходящее приходилось просто запоминать и рассказывать. Я проходил мимо, буквально в 20 метрах, начался пожар здесь в машине. Я не понял, что было в передней части. Был, я не понимаю, взрыв или что. Переднее стекло выбило наглухо. Начался пожар. Вероятность всего, как водитель, как говорит, остановился на красной свете стопора и замкнул электроработки. А надушителем он бы работал уже до нас. Мы приехали уже со своими средствами, которые жили. В 2005-м в этот день были более радостные новости. В Лямбере, например, выбирали спортсменку, комсомолку и просто красавицу. Были вот такие творческие номера. Был в этом конкурсе представлен и национальный колорит. Но и куда без любимого конкурса купальников. А в 2007-м году всем городом собирали на кенгуру. Копилка зоопарка пополнилась аж на 30 тысяч рублей. Еще 20 добавили спонсоры. И экзотическое животное согласилось на трансфер. Мы успели ее ухватить. Прямо буквально за 4 часа. После нас приехал Рязанский цирк. И вот они сейчас звонят нам уже. Отдайте за 100 тысяч вас купим. Таким был этот день в разные годы. Константин Курбатов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова